Традиционно первым с докладом выступил руководитель Норильского отдела полиции. Так, по данным правоохранителей, количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым полгодем выросло на 1%. Активнее стали действовать кибермошенники, зато число тяжких преступлений снизилось. Если говорить об убийствах, то снижение с прошлым годом произошло с 8 до 2 в текущем году. Если говорить о обмышленном причине тяжких для здоровья, значит повешу смерть с 7 до 5. О происшествиях, но уже на воде, доложил начальник управления по делам ГОЧС. Сейчас, по словам Андрея Магирова, под особым вниманием владельцы маломерных судов. Многим не терпится отправиться в плавание, а между тем выход в акваторию Норилопясинского района небезопасен. Озера активно освобождаются от льда. К сожалению, был уже один инцидент на воде в районе моста через реку Норильска в субботу по технической неисправности законного маломерного судна. Но люди были спасены проходящими судами, которые уже ходят. Более того, что еще находились спасательные железы. Далее перешли к темам более радостным. Заместитель главы Норильска по социальной политике рассказала о ходе летней оздоровительной кампании. Сегодня заканчивается первая смена в пришкольных лагерях. Всего на базе 8 образовательных учреждений отдохнули 860 ребят. 106 из них по льготным путевкам. Вторая смена начнется 5 июля. В выездных лагерях в настоящее время находится 620 юных норильчан. Также Наталья Крастелева доложила о подготовке к ежегодному туристскому слету на реке Хайрлах, который пройдет 6 и 7 июля. А также рассказала о том, как норильчане будут отмечать День города. Традиционно на стадионе «Заполярник» в 9.30 начнется спортивный праздник. Это легкотлетические забеги на 100 метров и эстафеты 4 по 100, велопробег. Также будут спортивные площадки работать различные и интерактивные зоны. Мини-футбол, фитнес-марафон, гири, арм-рестлинг и другие. На Гвардейской площади традиционно расположится выставка техники предприятий «Норникеля». Праздничный концерт, как обычно, состоится на Комсомольской площади. С Днем города норильчан поздравят приглашенные артисты Юлия Литаш и Валерия. На следующий день запланировано шоу «Дефили аппарат невест», концертная программа с участием творческих коллегиок города, фестиваль уличного кино и выступления местных рок-групп. Михаил Чечлев, Юрий Толстов, Вести Красноярска, Зонорильска. На сегодня в Норильском государственном индустриальном институте открыто 26 вакансий. В рамках программы привлечения дефицитных специалистов на этот год квоты всего 4. Но это уже хорошо, говорят в УЗЕ. В последний раз масштабное пополнение педагогического состава было почти 20 лет назад. За это время число преподавателей значительно уменьшилось. Среди тех, кто пришел в институт в начале нулевых, был и нынешний ректор Дмитрий Дубров. Он, как никто, знает, что такое кадровый голод. Подбирать специалистов непросто. Например, проректора искали три года. Нашли. Бывшая норильчанка последние пять лет живет во Франции. Теперь решила вернуться на север. Вообще же к потенциальным сотрудникам ВУЗа высокие требования. Наличие профильного высшего образования, наличие ученой степени, ученого звания, ученой степени либо кандидата, либо доктора наук, доктора наук отозвались на этот конкурс. Правда, доктора наук, как правило, тоже чуть-чуть более возрастные. Это за 50 лет. Но 50 лет доктора наук – это еще вполне себе доктор наук, который может здесь нам совершить революцию в науке. С тем, что кадровый состав института необходимо пополнить, согласны и его выпускники. Многие вернутся сюда еще не раз за переподготовкой или вторым высшим образованием. Многие мои одногруппники, с которыми мы учились, они отмечали, что преподавателей в институте недостаточно. На нашей кафедре их было всего пять. И многие из них ввели несколько предметов. И качество порой падало, поскольку преподаватель сам не может объять такое большое количество материала. Так что новые преподаватели точно нужны. Претенденты на вакантные ставки уже есть. Кто именно пополнить преподавательский состав, в начале сентября решит ученый совет кафедры. Муниципальная программа по привлечению дефицитных специалистов работает в Норильске уже 7 лет. В списке востребованных – врачи и учителя. Предглашенным работникам предоставляются служебное жилье и подъемные в размере от 150 до 300 тысяч рублей. В зависимости от квалификации оплачиваются расходы, связанные с переездом в Норильск и дни обустройства на новом месте. Список вакансий и подробная информация для соискателей на официальном сайте Норильска. Вера Шелепова, Юрий Толстов, Вести Красноярск, из Норильска. Набережная площадь Дудинки – излюбленное место отдыха горожан. С приходом теплых дней культработники города устроили необычный досуг для северян. В разгар рабочего дня развернули небольшую книжную выставку. Классика, детективы, любовные романы и приключения. Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус и даже прочитать отрывок вслух. Громкие чтения под открытым небом с удовольствием поддержали взрослые и дети. Они читали рассказы русских писателей, сказки зарубежных авторов и стихи на языках коренных народов Таймыра. Юные северяне с удовольствием декламировали долганскую притчу про комара. С друзьями мы читали по списку и фантастики. Большинство, что я читала, это комиксы и детективы. Сегодня я читала Сергея Силова. Было интересно, конечно же, про незнакомого человека. Литературная акция на свежем воздухе проходит в рамках программы «Лето книги позитив», которую организовали сотрудники городской библиотеки. Главная цель мероприятия – привлечь к чтению как можно больше людей и вызвать интерес к книге у подрастающего поколения. Вообще громкие чтения – это для того, чтобы человек раскрылся, ну и проявить себя действительно в какой-то степени как артистизм даже может быть, да. Ну и естественно, вот дикция, вот, и внимание, ну и соответственно, вот как бы, чтобы человек не боялся публики. Это же все-таки своего рода тоже публичное выступление. Вот, у нас очень много сейчас народу на площади, поэтому я так думаю, что это способствует тому, чтобы человек раскрепостился. Мероприятия на свежем воздухе в Дудинке этим летом планируют проводить чуть ли не каждый день. Это и всевозможные акции, викторины и познавательные игры. А громкие чтения на набережной площади будут проходить каждый вторник. Анна Надр, Олег Гармаш, Вести Красноярск, из Дудинки. Совсем скоро эта дорога, ведущая на Красные Камни, превратится в настоящий туристический бродвей. Каждую субботу и воскресенье сотни норильчан будут ходить этой тропой. Но, к сожалению, не все из них отличаются чистоплотностью. За три летних месяца отдыхающие успевают порядком намусорить в этих красивейших местах. Снег растаял, обнажив все, что осталось от прошлого сезона пикников. Эковолонтеры каждый год наводят здесь порядок, ведь место знаковое. Приют беспокойных сердец появился здесь 10 лет назад. Мемориал установлен в память о путешественниках и исследователях Таймыра, не вернувшихся домой. Мы живем в очень удивительном районе. Рядом находится плато Путарана и озера, и заповедник, в том числе, здесь рядышком находится. У нас очень удивительный мир, который нужно сохранить для наших потомков. И, конечно, как ребята говорят, мы начинаем с себя. Мы решили именно здесь, в нашем районе, навести порядок. Фронт работ внушительный. Нужно убрать мусор и расчистить тропинки. Но волонтеров это не пугает. Они здесь не по принуждению, а по зову беспокойного сердца. Это уже не первый раз, когда мы принимаем участие в таких мероприятиях. Мы также убирали другие территории нашего города. Также с сентября мы будем ходить по школам и рассказывать об этом другим людям. Всего за два часа работы волонтеры собрали и вывезли несколько километров мусора. Хватило, чтобы заполнить целый самосвал. В следующий раз экологический десант высадится здесь уже осенью, перед закрытием туристического сезона. Михаил Чечелев, Юрий Толстов. Вести Красноярск. Из Норильска.